Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. И знаете, гипночь, вот у нас очень много замечательных проповедников. Ну, к ним можно по-разному относиться. И симпатию, и гипотию проявлять. Многие из них говорят, что твоей душе по твоему сердцу. Некоторые из них допускают выражения, которые не согласуются с Библией. Мне это тоже достоверно известно. Но, тем не менее, в целом они вызывают позитивное, хорошее отношение со стороны слушателей. Даже если обладают некоторыми недостатками. Но я не буду говорить о профессоре Осипове, я ему многое сказали. Но вот у нас есть такое понятие, как притяжение личности. Вот из-за тех проповедников, которые у нас есть в нашей России, все-таки я поехал не к Дмитрию Смирнову, не к профессору Осипову, не к другому проповеднику, а именно сюда, в Потеряевку, где находитесь вы. Ну, вот это тоже феномен. Я даже не могу сказать, почему я сюда приехал, да? Но я действительно чувствую, что здесь я получаю ту информацию, ту правду, которая есть на самом деле. То есть, это прекрасно. И вот люди, которые сюда приезжают, приезжают, я знаю, из Америки, из Канады, из других тайных уголков, вот как они оценивают и характеризуют, и дают оценку тому, что, преодолев такое расстояние, они, несмотря на такое расстояние, они приезжают именно в село Потеряевка, которое является цивилизованным каким-то местом в понятии горожанина. Тут все свое такое-то оборощенное, даже дороги государства никогда тут не строились и не ремонтировались. Все люди делают своими силами. И тем не менее, люди тянутся сюда, где нет той цивилизации, которая свойственна нашим большим городам и благоустроенным селам, как скажем, и селам в нашей Украине. Как говорят, кондовая. Ну, так вот Господь усмотрел, так сделал. Вот мы с вами беседуем. Вы заранее мне вопросы свои объявляете или так вот, как говорят, сразу экспромтом задаете? Ну, экспромтом, если бы заранее, они бы были четче сформулированы. Да, чтобы люди даже это знали, что вы говорите. Поэтому вы хотели первый день мне вопрос заранее задать, а я сказал, не надо, я не люблю. Я на капельре. И мне задают вопросы, я не знаю какие. У меня бумажек, когда я подумал их опубликовать, там, может быть, около 4 тысяч с лишним бумажек. Я не выбрасываю бумажки. А вот это вот мое плюшкинское собирание-то, оно и помогло мне 4 тысячи, 124 вопроса опубликовать. Ну, повторные бывают иногда. Ну, еще надо это сказать. Человек ищет, где лучше, а рыба, где глубже. Так вот я стараюсь создать пруды, чтобы было больше воды. Глубже. Лучше, более породистую рыбу развести. И так и здесь. Я всегда касался вопросов самых сложных. Но есть вопросы, которых я не касался. Я никогда не спорил с католиками. Я вообще не спорю. Такой беседы не было. Они имеют рукоположение, имеют толкование. А о чем больше говорить-то? Но если они не знают, я и начинаю с нуля свидетельствовать. Вот. Не глубоко копать, это богословских вопросов касается, в жизненных. Я нахожу до всего благодаря своей, говорится, мелочности. Вот я сегодня обернулся назад, но я же Василий вижу. На ладони шторка не закрыта. Меня это касается. Обязательно я скажу, этого делать не надо. За столом, как сидеть, как бы даже пущера моете, вы не доброе делаете. Я вам замечательно сделал. Тут мыть не надо. Не надо. Это как столовая. И тут приходят люди отовсюду. И ты как бы ни делал, не получится, чтобы они разувались. Для каждого должна быть своя обувь дальше ходить. А не голыми ногами. А так мы спасаемся от всего этого. Вы это заметили. Но в этом во всем даже не надо, что просматривается. Оно так и есть. Очень большое кроется. В малом. В великом малое, а у меня в малом великое. Самое, кажется, незначительное. Вести в церковь что-то новинку. Я вижу, как это повлияет на спасение души. У нас икона, между иконами надписи. У православных между иконами надписи из Святой Библии. Я не знаю, найдете ли вы где это. На аналоге лежит специальный заказ Библии, Синодание православной 1876 года. Специальная, закованная такая красивая. И это не только это. Как подходить? Два поклона. Приложились к иконам. Я вижу, мы как-то поднялись сейчас там на Краснодарском парке. Где были. И к иконе приложились. Отдельно пошли. Было? У нас это не положено. Я не успел сказать, что по иконам ходили. У нас этого нет. У нас совершенно нет. И мы не желаем этого иметь. Представьте, все только и будут подниматься. На аналоге лежит. Ну и вот, и поцелуй, и все. Больше не надо. Поцелуй приложиться. Нет этого. У нас тут, когда священник или дьякон ходит, и все за ним крутятся, вертятся там. У нас этого нет. Как стоял, так и стоишь. Он ходит иконы. Иконы. Где вы видели такое, чтобы за 7 минут, посему 7 минут опять, объявление. Встали все для молитвы? Все встали. Все, вход запрещен. Больше никто не зайдет. 7 минут. А которые на 7 минут опоздали, они зайдут. А которые дальше опоздали, да, оглашенные изъедите, будут стоять при дворе. То есть это порядок. Я спрошу, на 10 тысяч храмов, которые сейчас мы возьмем, где-нибудь это выполняется? Нигде. А могут они сделать? Не могут. Почему проходной двор? 5.23. День апостолов из посторонних никто не смел представить. Им никогда не выполнить. Они не знают, кто посторонний. Кого к чаше допускают? Мы сумели это сделать, как мы очень желали. И Бог благословил свой священник. Вот вчера нам было степило известие. Моя племянница, она крестница, дочка моей родной сестры, вышла замуж из Америки. Приехал ее один посваток. Молодой, просто верующий, на фан звать. А вчера сказали, его рукоположили священники. Ему сейчас 33 года. Все правильно, как он. Спокойный, хороший парень. Да благословит их Бог. Я говорю, отец у него священник. Вот так. А сегодня на это не смотрят. Там могут 17-летие, налогополагать. Нарушение правил 6-й Вселенский Собор, 14-15 правила. Мы поставили задачу. Вот из 719 правил 413. 57% патриархийных рамок нарушения канонов умышленно, целенаправленно, взглосно. У нас ни одного. Как один начал там 7-е правило 7-го Вселенского Собора. Мощи должны быть. Ну у нас они есть. Мощи. Чего ты так разволновался? Я говорю. Мощи есть. Мощи мученика, я не знаю, не вникаю в это дело. На меня это не влияет. Посвященное митрополитом, антиминс. Все. Нет. А чтобы ходить по мощам, вот как сейчас где-то руку или ребро привезли, там, у нас это не принято. Мы не ходим. Святыни не ищем. Зачем? Свято с нами, наш Господь Иисус Христос. Мы молимся. У нас посты никто не нарушает. Никто. За нарушение поста. Торговли нет. Нарушение поста два года отлучается от церкви. С тарелкой не ходят. А как десятина? Им не везти священник. Вот я что говорю. Пункт за пунктом. Они ничего не могут сделать. Вот отсюда смотрите. И как и почему мы до этого нарушили священное писание. Десятина святая, это не Ветхий Завет. Это отношение Бога, который дал все и просит с ним поделиться. Златоуст так объясняет. В Ветхом Завете не моя земля, звезды, солнце, воздух, вода были. Не мои биотоки внутри рука, ноги сочленения, кости не рассыпаются. Желание трудиться. Это все Божие. Поэтому я должен отдать ему десятину. Он и говорит, обкрадывайте меня. Понятно? Понятно. Все. Я стараюсь это довести до людей. Одного там они принимают, другого нет. Я никогда об этом не думал. Вот сейчас тут у меня даже родственник женился. Ну, как в циринцах всегда, в электронной версии прислал приглашение. Все нормально где-то. Я сказал, я не поеду, я пришлю к вам, Володя, я не люблю по званям ходить. А он там все заснимет, принесет полное молчание. Как называется, антракт. Проходит какое-то время, ответит, нет, не надо. А то еще отношения-то с невестой только налаживаются, как бы не расстроились. А дальше пишет, вас многие знают и знают вас, знают. И поэтому будут чувствовать себя неуютно. Тут все понятно. То есть эти люди на другой ступени стоят. У меня впервые так вот свадьба. И я все-таки послал отец, поехал невестю там был. И все заснял, приехал. И ролик я поставить не могу. Я не только его не поставил. А даже жена пришла у меня и просит показать, как было. Я ей не показываю. Почему? Мне стыдно. Еще ни разу не было так стыдно. И главное, вначале наш батюшка ездил. Но он там не хозяин был и прочее. А что вас больше всего смущает? Еще я тебе буду говорить. Ты у кого-то как-то постарайся найти. Я могу указать, какого числа это было. Кажется, 16 августа, что ли. Или июля. Июля, наверное, было. Одни они. А потом ставят как концерт. Люди как одетые. Без платков, там прочее. Невеста-то наша. И она была как надо одетая. Это ее там сумели раздеть. Мне тяжело. Это тяжело было. Очень тяжело. Они потом тут приезжали. Были. Я ничего не сказал из слова. Я не говорю подробности, что именно в одеянии. Для меня это минус поражение. Я уже если выставлю, я сразу понимаю, какие будут от мусульман знакомых вопросы. А вы имейте к этому отношение? Никакого. Тамошние сумели это сделать. Они чувствуют себя комфортно. То есть мирские люди там были. И чтобы они чувствовали себя комфортно. Не христианская обстановка. Совсем. Хотя я спрашивал, как. Не кричали горько, не кричали. И все такое проще. Видишь как. Поэтому он правильно сказал. Он научный сотрудник. Может быть, с института своего исследовательского пригласил людей. Я понимаю это все. Но перед лицом Божьим все вот эта ваша, вся эта комедия не имеет значения ни на одну секунду. Пшик ее нету. А как одеты? А вот как у нас, когда бывает венчание, посмотрите, как одеты. Вот здесь у нас была у Виктора Савченко. Я не говорю ни о чем. Говорю об одеянии. Как прекрасно одета невеста. Как она укрыта. Ну, все. Здесь все по-другому сделали. Притом невеста наша, наша прихожанка. И она смиренная. Она целомудренная. Сохранившаяся. Все. Все есть. Но там сумели это сделать. Видимо, что-то было. Тут у нас так это. И священник-то знакомый. Священник-племянник отца Геннадия Пасты. Вот еще что. Особенно-то мне горестно. И поэтому мне сейчас доказывать ничего не надо. Бывает, спорят, что-то доказывают. А теперь спорить не надо. Вот все, что вы сделали. Вы отвечать будете за это. Отвечать. Я иночьи назову как развращение. С первого дня. И последствия будут тягостные. Да как? Не знаю. Я знаю, когда он не проходит. Вы к милу подделаетесь. Мир вас и накажет. И в первую очередь ее накажет. И в первую очередь страдать будут те, кто это сделал. Муж и прочее. Я знаю. Ты ответ меня. Я простру на тебя руку и погублю тебя. Я устал миловать. Иеремия 15,6. Бог говорит. А то Бог никого не наказывает. Какие урасы о помросе говорят. Бог говорит. Я погублю тебя. Это наказывает? Нет. Я простру руку. Врагам покажу. Ее берите. Ее душите. И с ней делайте то-то. Я знаю. А неяне это ограда. Это броня. Наши сестры, когда идут без всякой мимикрии. Как в церкви были так. Так мусульмане обработают, бросают, стоят, смотрят. А вы все мусульман берете. Есть что брать. Есть. И поэтому я беру. Понятно? Ну и тут в один вопрос на другие можешь подтолкнуть. Во всем должно быть. А вот это вот чистит. Каждый день там стоит, зубы чистит. Такая пакость идет изо рта. Все чистишь ты. Грецкое осталось там внутри. А это дали тебе разное средство, чтобы ты без зубов ходил. Ну вот так. Продолжение следует.